здравствуйте меня зовут ольга емельянова и сейчас я расскажу вам как написать пост возражения точнее будет сказать пост с отработкой возражения во первых не надо бояться возражений по сути возражение это генератор контента для вашего блога это голос вашей аудитории если есть одно озвученное возражение сколько может быть не высказанных и вот так разбирая вопросы которые волнуют одного-двух подписчиков вы разрешите сомнения нескольких десятков человек которые потенциально могут стать вашими клиентами во вторых возражения нужно собирать в комментариях директе у менеджеров в третьих озвученное возражение это сигнал сделать контент на озвученную тему написать пост или серию постов но главная мысль в том что пост возражения не должен превратиться в пост оправдания механика какова вы собираете возражения и отрабатываете то есть по сути вы пишете пост который можно считать продающим вообще здесь может быть несколько вариантов не надо зацикливаться на варианте с постом в котором мы сразу отрабатываем все возражения или большую часть для отработки возражений могут быть использованы самые разные форматы например мы пишем пост с ответами на часто задаваемые вопросы возьмем такую ситуацию на протяжении месяца мы продаем какой-то курс и один из продающих постов может быть пять вопросов о курсе все кто у нас покупают курс часто спрашивают об одном и том же и мы решили сделать пост подборку а что если я не успею пройти курс до его окончания а если я не вовремя сдам домашнее задание а если я не смогу смотреть вебинары в онлайне и люди не будут воспринимать это как возражение скорее как полезный разъясняющий пост или серия постов по мотивам возражения где один продающий пост закрывает одно возражение я бы сосредоточилась на разных форматов этих постов например тема дорого хорошо отрабатывается классными отзывами или классными кейсами выпускников которые например окупили курс еще до окончания его дорого случае с товаром можно отработать постом из-за кулисья вашего бизнеса из какого материала сделан товар по какой технологии экстремальный тест-драйв товара какая система доставки как упакован товар а если вернуться к услугам например консультация здесь многое зависит от уровня эксперта здесь на отработку возражений в том числе сработают посты о том где эксперт обучался у каких именитых педагогов сколько средств он инвестировал свое образование и так далее можно для отработки возражений даже использовать интерактив к нам на курс хочет попасть мама в декрете но боится что не будет успевать а давайте посоветуем ей как побороть сомнения и отучиться максимально эффективно взять от курса по максимуму вы пишите свои советы а мы следующем посте раскроем свои секреты как мы мотивируем студентов делать то-то и то-то то есть я предлагаю не зацикливаться на одном алгоритме и в теме отработки возражений быть мультиформатными возражение это просто некий фундамент который ложится в основу поста а форматы могут быть разными так будет эффективнее просто и возражение не надо культивировать это знаете как взять плохой отзыв и опубликовать его и сказать вот она плохо говорят нет возражение нужно преподносить как возможные сомнения которые ну возможно возникнут мы вас понимаем и это нормально что сомнения у вас есть раз вы принимаете решение о покупке продукта мы вам помогаем с этими сомнениями справиться потому что у нас есть инструменты вот кстати тоже интересный прием если мы продаем какой-то курс то можно выдать пост топ-5 лайфхаков как пройти наш курс с максимальным эффектом или топ-5 полезных лайфхаков как получить от нашего курса больше чем вы за него заплатили то есть это полезный контент который отрабатывает возражение одно из правил не озвучивать возражение в негативном контексте не формировать их как некий маяки в голове у читателя это важно не надо преподносить возражение как проблемы с которыми невозможно справиться мы преподносим возражение как вопросы или сомнения для преодоления которых у нас есть все возможности